Программа, точнее не программа, а онлайн-сервис. То есть устанавливать ничего не надо, она работает в браузере. Вам достаточно открыть и начать запись. Сервис называется презентиом. Из названия понятно, что он ориентирован на звучание презентаций. Ориентируется он на голос за кадром. То есть веб-камеры здесь нет, но зато вы можете записать неограниченное количество видеороликов продолжительностью до 30 минут. В бесплатном тарифе. Вот примерчик я в чат вам отправила. Давайте посмотрим. Работать здесь предельно просто. Все примерно так же, как в PowerPoint я описывала, последний вариант. Здесь все то же самое. Во-первых, для начала загружаем файл, который будем озвучивать. Желательно закачивать его в формате PDF по двум причинам. Первая причина сейчас на экране. Вот она. Иногда, если у нас какой-то красивый шрифт, он при форматировании может уезжать и превращаться в стандартный ареал, например. Ну и так это и случилось. Часть надписи съехала вниз и теперь не читается. Поэтому лучше, чтобы ваша презентация была в формате PDF. И тогда со шрифтом ничего не случится. Более того, сервис рассказывает о том, что в формате PowerPoint можно загрузить только три презентации. И все. А вот в формате PDF их можно закачивать неограниченное количество. Ну, раз сервис так советует, то так и сделаем. Через кнопочку плюс мы будем закачивать. Тут главное не увлечься. Презентация все-таки не бесконечный процесс. Очень тяжелый. Там сто и больше слайдов. Лучше не пробовать. Ну, вот оптимальная стандартная презентация. Сколько у нас там? 20 слайдов. Может быть на полчасика. Вполне достаточный вариант. Загружаем. Далее сервис нам предлагает разные возможности, что можно со всем этим сделать. Здесь есть возможность просто загрузить отдельные фотографии. И озвучивать эти картинки за кадром. Есть вариант белая доска. То есть будет такая виртуальная доска, на которой вы будете рисовать и все это проговаривать. Это для художников. Наш вариант вот этот. In-person presentation. Презентация для людей. Выбираем этот вариант. Ну и дальше переходим непосредственно к записи. Нам нужно подключить микрофон и выбрать вариант, который называется slide by slide. Ну, то есть озвучивание слайда за слайдом. Есть вот этот вариант, presentation to an audience. Ну, это вариант, если вы одновременно выступаете где-то и записываетесь. Ну, такое я редко видела, поэтому вот это наш случай. Slide by slide. Ну и далее проверяем. Нужно разрешить доступ к микрофону, ну, как обычно, если вы записывали, то знаете, как это бывает. Ну, и дальше тут всего несколько кнопочек, которые помогают нам сориентироваться. Во-первых, здесь есть такая хорошая опция, называется speaker notes. Ну, то же самое есть в PowerPoint, там внизу, заметки спикера или заметки выступающего. Здесь они тоже есть. Можно вот здесь, вот в белом этом чистом поле, написать текст, который вы будете читать с экрана. Если не нужно, то оставляем в белом, читаем с листа. В конце концов, здесь не видно, поскольку веб-камеры нет. Но, так или иначе, опция присутствует. Как все происходит? В красной рамочке слайд, который вы в данный момент будете озвучивать. Чтобы перейти к новому слайду, просто щелкаем, прокручиваем мышкой и щелкаем. Они будут меняться, ну, а мы нажимаем на кнопку record и приступаем к звукозаписи. Точно так же все пролистали, все озвучили, нажали на кнопочку сохранить. Переходим непосредственно к просмотру того, что у нас получилось. Вот так выглядит просмотр. Здесь есть кнопочка внизу share и embed поделиться. Здесь можно получить ссылку и код, чтобы встроить готовую нашу видеолекцию на сайт или в блог. К сожалению, в бесплатном тарифе одно единственное ограничение – скачивать нельзя. Это будет сохранено на сайте сервиса. Вы можете без ограничений вставлять на сайт, в блоге, но на компьютер загрузить, к сожалению, не получится. В целом, очень неплохой вариант. Если по каким-то причинам офисные программы нам недоступны, а нужно быстро просто сделать звукозапись, то вот, пожалуйста, вполне хороший инструмент для этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!